Одна из существенных поправок в закон о соцстраховании. Теперь право на получение всех видов пособий имеют и жители Республик Беларусь, Казахстан и Армения. Теперь иностранные граждане, вне зависимости от того, временно они будут проживать в России или постоянно, пособия будут получать с первого дня работы в нашей стране. 29 мая 2014 года был заключен договор о Евразийском экономическом союзе. В связи с введением данного договора с 1 января 2015 года граждане Республики Казахстан, граждане Республики Беларусь и граждане Республики Армения имеют право на все пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом работодатель должен оплачивать страховые взносы в таком же размере, как и за граждан Российской Федерации. Изменился и размер детских пособий. Он проиндексирован на 5,5%. Теперь сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет почти 14,5 тысяч рублей. Также увеличен размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности. Теперь сумма пособия 543 рубля. А минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет теперь составляет чуть более 2700 рублей. За вторым и последующим порядка 5400 рублей. Еще некоторые изменения. С 1 января 2015 года изменились сроки предоставления отчетности в фонд социального страхования. Теперь они различаются в зависимости от способа подачи. На бумажном носителе не позднее 20-го, а в форме электронного документа, а не позднее 25-го числа месяца, а следующего за отчетным периодом. То есть сроки увеличили. И еще одна поправка. Она касается работников аптечных организаций. Теперь право на пониженный тариф страховых взносов будет распространяться только на квалифицированных фармацевтов, имеющих лицензию на осуществление профессиональной деятельности, а не на всех работников компании, как это было раньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова